АЛМАТИНСКАЯ СЛУЖБА АЛМАТИНСКАЯ СЛУЖБА Мы хвастаем друг перед другом трофеями и своими охотничьими ружьями, в число которых входят и нарезные стволы. Более 20 тысяч жителей края ЖТСУ являются владельцами оружия. За ними числится свыше 33 тысяч единиц. Вся информация о них хранится в полицейском массиве, с которым и работают сотрудники отделения гражданского и служебного оружия. С начала года здесь оказывают услуги населению в новом формате, через интернет. 6200 государственных заявок, из них 5300 госуслуг оказано для физических лиц, более 400 услуг оказано для юридических лиц. Из них 600 отказов. На сегодняшний день, с начала года, нами было общее проверено 14 765 владельцев гражданского оружия. На сегодняшний день более 1000 было выявлено административных правонарушений за нарушение правил хранения оружия, а также за нарушение порядка регистрации, перерегистрации оружия. Ежегодно продолжают стражи порядка изымать у граждан незаконный огнестрел, с которым владельцы не спешат расставаться, несмотря на объявляемые акции по выкупу оружия, за что не только освобождаются от всякой ответственности, но еще и получают от государства деньги. С апреля месяца 2020 года на территории Республики Астан проводится акция по выкупу у населения, незарегистрировано оружие, за денежные вознаграждения. И на Алматинской области на сегодняшний день общей нами было принято 47 заявлений от физических лиц, общее сдано оружие, 71 количество оружия, на общую сумму 4 203 000 тенге. Свою профилактическую работу личный состав отделов местной полицейской службы ведет по различным фронтам. Сейчас на переднем крае участковые инспектора, которые усиленные сотрудниками других служб проводят ОПМ-участок. На сегодняшний день они уже побывали на большей части подведомственных территорий. Более 600 сотрудников посетят 2 миллиона жителей. Адреса, стоящие на особом учете, будут на особом контроле. Встреча с жителями – это не просто визит вежливости. В первую очередь, это личные знакомства, беседы и сбор информации. До декабря месяца участковые инспекторы планируют побывать в доме каждого жителя области, вручив им специальные памятки и свои визитки с контактными данными. В этом году в профилактическом мероприятии «Участок» вместе с полицейскими принимают участие и волонтеры. Ведь этот год объявлен главой государства годом волонтеров. Мы уверены, что добровольцы, посмотрев работу участковых, как говорится изнутри, помогут сформировать положительный имидж стражей порядка. Ведь наша главная задача – это помогать гражданам и охранять общественный порядок. Во время подворных обходов полицейские выявили незарегистрированных надлежащим образом жильцов. Каждый из них получил предупреждение и уведомлен о сроках регистрации. В следующий раз за ее отсутствие они будут подвергнуты административным взысканиям. 4 026 человек уже получили протоколы за различные нарушения КОАП. Полицейские обращаются к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к проводимой работе. Лишь редкий автолюбитель не был огорчен штрафом за нарушение правил дорожного движения. Ежедневно на автомобильных артериях помощники полицейских камеры автоматически выявляют десятки, а то и сотни нарушений. Ежедневно сотрудники административной практики обрабатывают большой поток информации о нарушителях. Каждому из них по месту жительства в установленный законом срок направляется уведомление. И не только с суммой наложенного штрафа, но и фотографией авто. В Алматинской области установлены 244 камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Из них 224 расположены в городе Талдыкурган. Также 20 камер расположены на автодорогах Алматинской области. Эти камеры выявляют нарушения правил дорожного движения, таких как превышение установленной скорости движения, также несоблюдение дорожных знаков и предписанных разметок. На сегодняшний день, с начала года, камерами автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения зафиксировано 87 314 нарушений, по которым оформлено предписание о необходимости уплаты штрафа. Сейчас системы автоматической фиксации и видеонаблюдения способны распознавать десятки различных правонарушений без участия оператора. Стражи порядка продолжают техническое оснащение и совершенствование. К примеру, несмотря на то, что в Талдыкургане нет камер Сердек, их функции не чуть не хуже выполняют другие видеосистемы. С начала текущего года за различные административные правонарушения в области дорожного движения выявлено более 194 тысяч административных правонарушений, по которым наложены административные штрафы порядка 1 миллиарда 900 миллионов тенге. В настоящее время существует проблема по взысканию административных штрафов наложенных, то есть на граждан, которым накладываются штрафы, не оплачиваются. В этой связи нами совместно с региональной палатой частных судебных исполнителей проводится рейдовое мероприятие Боршкер, оперативно-профилактическое мероприятие, в рамках которого принудительно взыскиваются штрафы, некоторые автотранспортные средства водворяются на штрафные стоянки, по которым судебными исполнителями наложены аресты именно в области наложенных штрафов. Административные полицейские рекомендуют не накапливать наложенные штрафы. Это может иметь негативные последствия. Настоящая погоня развернулась за угонщиком авто в Алматинской области. 13 сентября около часа ночи в дежурную часть полиции Карасайского РУП обратился 27-летний мужчина с заявлением о том, что в поселке Кайнар неизвестный угнал у него автомобиль Тойота Камри. Получив сообщение, экипаж борт номер 190 отправился по плану перехват на автодорогу Алматы-Бишкек, где, слыша по рации о преследовании, узнали направление движения и организовали искусственный затор из автомашин с движением в один ряд. Автомобиль двигался на большой скорости и, игнорировав требования полицейских об остановке, угонщик направил автомашину прямо на лейтенанта Ниезбекова, который во избежание удара отпрыгнул в кювет. Уходя от погони, преследуемый совершал различные маневры. Перескакивал через бордюр, выезжал на полосу встречного движения, объезжал по бездорожью искусственный заслон. Временами его машина двигалась со скоростью более 260 км в час. Через 36 минут экстремальной езды у экипажа номер 199 стало заканчиваться горючее. Чтобы не упустить преступника, они применили тактическую остановку транспорта путем бокового тарана на малой скорости. Воспользовавшись хорошим знанием дороги, после обгона КАМАЗа экипаж блокировал угонщика, прижав своей машиной его авто к бетонному ограждению. Но тот не сдавался, пытаясь вырваться, давил на газ, заставляя машину буксовать на месте. Пришлось применить полицейским и табельное оружие, произведя предупредительные выстрелы. Задержанным оказался находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, изнасилование, грабежи, мошенничество и кражи 28-летний житель сила Узенагажа Жамбылского района. Кроме него в угнанной машине находилась 30-летняя жительница города Алматы, которая пояснила, что является подругой, сидевшего за рулем. Об угоне она не знала и просила остановиться, но он не слушал ее. Подозреваемый водворен ВВС в соответствии со статьей 128 УПК Республики Казахстан. Теперь ему придется отвечать перед законом по фактам угона, активного сопротивления и покушения на жизнь сотрудников полиции. Ангелы-хранители. Иначе и не назвать полицейских Карасайского района, которые спасли от суицида мужчину. Дело было 14 сентября. Во время патрулирования обслуживаемого участка в городе Каскелен, экипаж борт номер 186 двигался по мосту через речку Каскеленку. В это время стражи порядка обратили внимание на мужчину, перелазившего через ограждение моста. Мужчина угрожал спрыгнуть. К слову, в данном месте высота от моста до каменистого дна немноговодной речки составляет около 25 метров. Обострять ситуацию полицейские не стали, но находились рядом. Мужчина был в неадекватном состоянии, как позднее выяснилось, в алкогольном и наркотическом опьянении. Из разговора с ним узнали, что он является 42-летним местным жителем, ранее судимым за сбыт наркотиков и хочет покончить жизнь самоубийством. Установив личность мужчины, полицейские оперативно связались с его сестрой и вызвали ее на место событий. Приехавшая родственница вместе со своим мужем приблизилась к мужчине, и когда ее муж обнял неадекватного мужчину, полицейские подбежали и задержали его, после чего отправили на вытрезвление. Благодаря грамотным действиям патрульного наряда удалось избежать тяжелых последствий, предотвратить гибель отчаявшегося человека. Следует отметить, что это не первый факт таких спасений людей полицейскими. Деятельность очередного криминального трио Барымтачей пресекли полицейские на территории Ескельдинского района. Подозреваемых задержали с поличным, а потому долго они отпираться не стали и сознались в совершении кражи 20 голов чужих барашек. Угоняли животину под покровом ночи в одну из них и задержали подозреваемых, которые украли с подворья жителя села Аконцара несколько баранов. Задержанные признали в совершении краж мелкого рогатого скота у нескольких жителей сел Аконцара, Каратал и Актосты. При проведении оперативных мероприятий Ескельдинским роп на трассе Алматы-Ускими задержана автомашина Toyota Arista. При досмотре автомашины в багажном отсеке обнаружено три головы мелкого рогатого скота. При проверке было установлено их причастность к трем кражам скота. По данному факту началось досудебное расследование по статье 188, время 1, часть 3. На этом очередной выпуск программы полицейской службы подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща мы сможем навести общественный порядок. Но если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцем правонарушения, либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефонам 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Ну а если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые вы сейчас видите на своих телевизионных руках. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова